9 января в Эквадоре был введен режим внутреннего вооруженного конфликта. По всей стороне начались беспорядки с участием преступных группировок. Челси на время волнений предоставил круглосуточную охрану 16-летнему Кэндри Пайсу. Хавбек – футболист пенсионеров, но переедет в Лондон, когда ему сполнится 18. По закону, английские клубы не имеют права подписывать иностранных игроков, не достигших совершеннолетия. Защищать свои активы – привычное дело для бизнесмена Боули. Пайс – актив, который может оказаться и вовсе бесценным. Эндрик Реал против Рокки Барселона, Эчевери Ман Сити и другие бразильские и аргентинские многообещающие футболисты. Вот только многие специалисты, подкрепляя фактами, считают Кэндри Пайса главным талантом континента. Чтобы не ждать 25-й год, смотрите на досуге матча Интерпедента Даль Валье в Кубке Либертадорос. Сама по себе команда довольно интересная, все как нам нравится. Несмотря на год основания, 1958-й, серьезные успехи пошли начиная с 10-х годов уже нашего века. Чемпионом Эквадора и вовсе стало только в 21-м году. И все это благодаря изменившемуся корену развития, бросив все ресурсы на воспитание молодежи. Кстати, по молодежи, начиная с 2010-го, они вечные чемпионы страны за исключением пары лет. Оттуда вышли уже всем известные Мойзе Скайсейду и Пьерро Хинкепи, который не первый год зажигает в Байере. Но не сильно обольщайтесь. Такая стратегия может привести дивиденды разве что командам без грандиозных амбиций, либо большим клубам в лигах без конкурентов. Как например Аяксу, Порто или Бенфике. Они вполне могут наигрывать молодежь, не опасаясь за результат. Лигу чемпионов на чистом энтузиазме Академии без 100 миллионов покупок в наше время не выиграть. Так что ничего удивительного, что Пайс объявился именно в Индербьедиенте, флагмане по подготовке футболистов для сборных Эквадора нет. Хотя такой росток пробился бы через любой, даже самый крепкий асфальт. Кендри родился 4 мая 2007 года в Гуякиле, первый по численности город Эквадора более 2,5 миллионов жителей. С 11 лет Пайс занимался в Академии Индербьедиенте. Скауты разнесли о нем информацию по европейским клубам после турнира Next Generation Trophy 2022 в Зальцбурге, организованного Red Bull. Индербьедиенте там не победили. Победил Кендри, которого признали лучшим по итогу соревнования. Пайс – универсальный центральный атакующий полузащитник, тяготеющий к созиданию. Практически плеймейкер. Потенциально еще может переквалифицироваться в нападающего. Получил такое знакомое для нашего слуха прозвище Дима за схожесть работы с мячом с одним аргентинцем. Пауза. Возможно, вы догадались, Димария. Левша, любит смещаться вправо, умеет находить пространство, обладает отличным симбиозом дриблинга с точным контролем как в мини-футболе, так и передачи. Очень умный игрок с неожиданной сменой направления, контролем мяча и балансом тела. Создает несколько опасных моментов за игру. Демонстрирует быстроту принятия решений на ограниченном пространстве. Может нести угрозу и на дальней дистанции. Мастерство в исполнении стандартов, как прямых ударов со штрафных, так и предназначенных для подачи во вратарскую. В общем, это человек, рожденный быть лидером команды, в чем и заключается его слабая сторона. Пауз хочет, чтобы партнеры действовали так, как видит он, и играли и бежали туда, куда он наметил. Когда на поле ситуация складывается не по сценарию квадорца, тот может психовать, спорить с судьями, партнерами по команде и даже прибегать к авторитету тренера, чтобы коуч заставил побольше прислушиваться к Пайсу. С взрослением, с опытом, оказавшись в команде миллионеров, повидавших в футболе многое и многих, скорее всего это пройдет. Хотя история помнит игроков, загубленных собственным гонором. После Next Generation Trophy карьера Пайса полетела в космос. За год проскочил команду Ю-15, Ю-17, Ю-20, взрослый состав. Сборная Ю-17, чемпионат мира с Ю-20, становится самым юным автором гола в истории этого турнира, 16 лет и 22 дня. Сам молодежный чемпионат мира закончился на стадии 1-8, поражение от не самой грозной Южной Кореи 2-3. После матча Пайса расплакался, подойдя к скамейке запасных. Он хотел посвятить победу дедушке и дяде, у которых был день рождения. Но видимо в Южной Корее тоже отмечают этот праздник. Дебютируют за Интерпьедиента 25 февраля. И мы с вами уже об этом говорили. Довольно частое явление, когда молодой человек дебютирует на взрослом уровне, в первом своем матче отличаются результативным действием. Дальнейшим может быть сухая статистика, но в первом гол или пас. Конечно если футболист атакующего плана. Кендри вышел с первых минут и вы возможно думаете как он забил? Не зря же до этого говорили о футбольном IQ. Без обработки прочитал за доли секунды и забросил мяч за шиворот в ротарю мимо защитников бежавших страховать. Повеяло какой-то легкостью, как на тренировке, как будто это не дебют во взрослом футболе 15-летнего пацана, а какой-то рядовой товарищеский матч. За два месяца до 16-летия Пайс становится основным футболистом старта Интерпедиента. Пропускал матчи только из-за вызова в молодежные сборные и того самого чемпионата мира U20. Когда Кендри возвращался в расположение клуба, неизменно появлялся на поле. Причем активно выступал за клуб не только в чемпионате Эквадора, где Интерпедиент и лидер, но и в Кубке Либертадора с командами рангом повыше. Вскоре после объявления о трансфере в Челси, Пайса вызывают Феликс Санчес Бас в национальную сборную. Связано ли это хоть как-то? Такую вероятность исключать нельзя. Не хватало еще, чтобы англичане уговорили парня присоединиться к дрем львам. Вызывается Кендри не на какие-то товарищеские матчи, как Марадона, дебютировавший на день раньше Кендри за сборную в Южной Америке, а на самую настоящую квалификацию на чемпионат мира. А Эквадор как бы надеется на успешное ее завершение. Расслабиться с учетом плотности соперников в Южной Америке возможности нет. Не предвидится ни Андоры, ни Гибералтара. И то, что уже со второго тура Пайс выходит в основе национальной сборной, убирает всякие сомнения в таланте Хавбека. Дебютирует за Триколор в домашнем матче с Уругваем. И как мы упоминали ранее, такое периодически случается. Голевая передача Кендри приносит Эквадору волевые три балла. На фланге на пару с Кайседом оставили в дурках оборону Уругвая, зрячий прострел от Пайса. Он становится самым юным дебютантом южноамериканского отбора в истории и соответственно самым юным ассистентом. Уже в следующем матче с Боливией Кендри самый юный автор гола в отборе. 16 лет и 161 день. Убегает от защитника на правом фланге и левой кладет мяч в сетку мимо голкипера. На данный момент Эквадор после шести туров на пятом проходном месте. Пайс в среднем проводит на поле 75 минут. После его вызова Триколор не испытали горечь поражения. В начале июня 23-го Челси объявил о подписании Пайса. Дортмунду пришлось подвинуться. Уже все было готово, но в последний момент Челси появился снова и мы договорились с ними. Мы должны были вылететь в Германию для подписания контракта с Барусией, но все изменилось, рассказывал отец футболиста. Сумма трансфера составила по слухам что-то около 20 миллионов евро, но вроде как в нее включены бонусы. К тому же неизвестно сколько получит интерпедиенте, ведь какая-то часть полагается семье Пайса. Поэтому вроде как, опять же по слухам, потому что соглашение тайно за семью печатями, Эквадорскому клубу полагается 15% от дальнейшей возможной перепродажи. В начале этого года Кендри вместе с сенегальским полузащитником Папе Даудом Дьонгом, еще одним юным новобранцем, посетили расположение клуба, посмотрели свои будущие условия, познакомились с игроками Маурисио Почетино и советом директоров. Как рассказывала Мануэль Сьерра, агент многих эквадорских и ганских футболистов, Пайс воспринимал все как должное, как обычный день в карьере. Он готов к славе, он никого не боится, уверен в себе и сохраняет голову холодной. В 16 лет у Кендри Пайса огромное количество соблазнов, надеюсь к 18 годам, к переезду в Европу, это будет все еще та звезда, которую пророчат в будущем золотой мяч. Напоследок пару секунд финансовой грамотности. У вас есть уникальная возможность стать спонсором канала, что это вам дает? В общем, ничего материального, кроме осознания, что именно вы являетесь частью, которая вывела маленький канал на профессиональные рельсы. Скоро увидимся, будьте здоровы!